Вот сейчас загорится несколько раз, будет загорание и мигание этой кнопочки зелёной. Татьяна рассказывает, как работает умный прибор. Аппарат не просто измеряет давление, но и сам отправляет показания врачам. 194. Вот при таком давлении мне может поступить звонок из Москвы. В режиме онлайн эти цифры приходят в Московский институт кардиологии и в местную поликлинику. Система сама подскажет, что пациенту нужна помощь. У неё давление, видим, вот эта красная точка, она поволновалась. Ну, мы, соответственно, знаем, что мы пациентке позвоним, конечно, мы её скорректируем. Это большой медицинский эксперимент. Он проходит в шести регионах, пока что в тестовом режиме. Врачи могут круглосуточно следить за здоровьем диабетиков и гипертоников на расстоянии. Суть его заключается в том, что пациенту на дом бесплатно выдаётся устройство, которое замеряет тот или иной параметр здоровья человека, например, уровень давления, величину пульса, уровень глюкозы. И в онлайн-режиме передаёт эти данные на единую цифровую платформу. В Тюмени в проект вошли пока что четыре поликлиники и сто пациентов. Врачи держат руку на пульсе. При тревожных данных сразу связываются с пациентом. Алло. Уже дважды мне звонили и просили меня принять лекарство и вновь через час перемирить это давление. Этот проект увеличивает приверженность пациентов к лечению. То есть они знают, что врач за ними наблюдает, что если у них будет пропуск в измерении давления, что им позвонят, напомнят. Также уменьшается количество очных посещений в поликлинику. То есть это такая цифровизация. Мы достаточно хорошо так разгружаем этим самым наши приёмы. Эксперимент рассчитан на два года. Если всё пройдёт удачно, то авторы создадут целую платформу диагностических сервисов. А ещё через семь лет внедрят проект во все регионы. Дарина Яранцева, Сергей Лыкосов, Тюменская служба новостей.